Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Это 21 марта, понедельник, 26 день войны. Экс-глава ЦРУ и бывший командующий войсками США Дэвид Петриус заявил о беспрецедентном быстром и массовом уничтожении военной верхушки России. В эфире телеканала СНН он объяснил причину таких стремительных потерь среди командного состава армии-агрессора. По его данным, все дело в том, что фактически украинцы выманивают российский генералитет на простреливаемую местность тем, что отрезают этот генералитет от связи с подразделениями на поле боя. На вопрос журналиста о том, как так вышло, что ВСУ смогли уничтожить уже как минимум пять российских генералов, собеседник отвечал, цитирую, Это крайне, крайне, крайне нетипично, чтобы генералов убивали в боях и только за первые три недели. Суть заключается в том, что их система командования разрушена, украинцам удалось заглушить коммуникации российских военных, поэтому их защищенная связь просто не работает. В результате они вынуждены были перейти на один единственный оставшийся канал, и он не защищен. Они пользуются мобильными телефонами, но даже и это не работает. Нет, ведь заблокированы вызовы в Россию, поскольку инициативы со стороны младшего командования нет, нетерпеливые российские генералы, сидящие в своих бронированных машинах, начали выходить из них, чтобы узнать, что же происходит. И вот только у украинцев есть очень и очень хорошие снайперы, и они постоянно их убивают. По крайней мере, четыре из этих пяти случаев убийства генералов абсолютно подтверждены. Подчеркнул Петреус, добавив, что сейчас оккупанты буквально воруют мобильные телефоны у украинских гражданских лиц, чтобы общаться между собой. Как следует из обстоятельств дела, именно этим объясняется, почему у ВСО сейчас накопилось такое количество аудиоперехватов, в которых слышны депрессивные завывания российских солдат-смертников, ведь для того, чтобы зафиксировать переговоры по обычной мобильной связи, не требуется особое дешифрующее оборудование. Как видим, однако, все эти аудиоперехваты – симптом куда более серьезного заболевания российской армии, а именно, разрушение всей их системы шифрования и, как следствие, утраты управляемости российскими войсками, что, в свою очередь, означает необходимость для кремлевских военачальников выбираться на поле, где их и поджидают украинские военные. К настоящему моменту ликвидировано до семи только лиц высшего воинского звания России, и смерть одного из них накануне официально признал губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожжаев. Подтвердил он, что лично знал убитого замкомандующего Черноморским флотом России капитана первого ранга Андрея Палия, о чем мы говорили вчера. По данным кремлевского ресурса «Интерфакс», тот погиб в боях за Мариуполь. Тот самый Мариуполь, который путинские изуверы превратили в руины в течение трех недель, хотя до сих пор не смогли взять его благодаря украинской обороне. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на чиновников Белого дома, после провала Блицкрига российские войска сосредоточились именно на Мариупольском направлении, а также на Юго-Востоке в целом, тогда как от взятия Киева они отказались. Как считают в Белом доме, для Москвы важно обеспечить сухопутный мост между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом. Параллельно, говорится в публикации, российские агрессоры продолжают обстреливать жилую инфраструктуру Украины в качестве шантажа, цель которого — добиться от украинских властей подписания капитулянского соглашения с отказом от НАТО и с другими условиями, которые выдвигают путь. С этими выводами частично согласуется и позиция британской разведки. Там указывают, что две трети российских сил, которые наступали ранее на Киев с севера-востока, застопорились. Хотя в целом, по данным британцев, Кремль не отказывается от взятия Киева до сих пор. Для осажденных граждан Украины смена стратегии Кремля означает недели, а возможно и месяцы атак ракетным и артиллерийским огнем с большого расстояния, полагают в Вашингтоне. Украинская система ПВО, однако, перехватывает все больше крылатых ракет, а российский режим тратит все большее их количество на невоенные цели, исчерпывая тем самым свой драгоценный запас этих средств. А также, и это важно, исчерпывая лимит прочности тех же стволов дальнобойных орудий, которые ведь тоже не вечны. Только за вчерашние сутки, 20 марта, силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили один высотный бомбардировщик Су-34, четыре беспилотных летательных аппарата и две крылатых ракеты над страной. Эта ситуация отражает тот простой факт, который становится все более очевидным в последние дни. Вражеская пилотируемая авиация все реже работает во все более защищенном украинском небе. Именно об этом говорят сегодня в Генштабе ВСУ, когда сообщают о смене стратегии противника в воздушном пространстве. По данным Генштаба, оккупанты уже вторые сутки снижают интенсивность налетов и сосредотачиваются на применении дронов, в помощи которых захватчики фиксируют ракетно-бомбовые удары по украинской территории. В то же время и на самом сложном для украинцев направлении, то есть юго-восточном, они хорошо держат удар, ну настолько, насколько вообще возможно в нынешних условиях. На Донецком и Луганском направлениях украинцы отбили 7 атак противника, уничтожив около 170 военнослужащих, а также 12 танков и 9 бронемашин пехоты. И все это за сутки. Как сообщается, украинская авиация, которую за эти 3 недели неоднократно хранили российские СМИ, выполнила очередной успешный рейд в Николаевской области. Там она нанесла сокрушительный удар по стоянке батальонной тактической группы из состава 7-й военной базы России Блиссел, Песке и Константиновка. Журналист Юрий Бутусов, продемонстрировавший фото с места боя, рассказал, что на месте удара остались лишь разлетевшиеся в клочья ошметки бронетехники после взрывов боекомплекта. Как следует из его слов, речь идет о технике, переброшенной аж из захваченных районов Грузии. Цитирую. Выжженная трава, остатки российских сухпоев и упаковочный лист об упаковке 125-мм танковых снарядов — это и есть 7-я военная база. Так называется мотострелковая бригада вооруженных сил России, которая оккупирует грузинскую Абхазию. Судя по всему, российская часть окопалась в ожидании наведения переправы через реку Ингул, чтобы ударить по Вознесенску Николаевской области. Однако переправа была разбита, а по концентрации российских войск нанесен результативный авиаудар. Переправа россиян была сорвана, и наши воины за последнюю неделю отбросили врага из этого района. Россияне сбежали, бросив большое количество бронетехники, написал он в Фейсбуке. Не менее сокрушительное поражение украинские военные нанесли противнику и на Киевщине, где накануне, в воскресенье, после очередной неудачной попытки наступления, российские агрессоры потеряли целый танковый взвод. Среди других интересных эпизодов за последние сутки это уничтожение единственного в своем роде экспериментального российского танка Т-80УМ-2 под названием «Черный Орел» с системой активной защиты ДРОС-2, которая, как стало ясно, не в состоянии защитить этот танк от удара передовых систем НАТО, а подбит он был либо из ПТРК «Дживелин», либо с помощью «Байрактара». Окупантов продолжают вырезать и в Мариуполе, который они не оставляют надежд захватить. Полк нацгвардии «Азов», взявший на себя основную ношу сдерживания врага вот в этом городе, заявил об уничтожении спецназа ГРУ воинской части из Северокавказской Кабардино-Балкарской республики. Бойцы полка показали видеоматериал с места боя, а также фото документов, обнаруженных при ликвидированных оккупантах. Нанесли ВСУ и удар по логистической цепочке. В Черниговской области украинские военные уничтожили два КАМАЗа с боеприпасами и провиантом. Уничтожается и систему ПВО оккупанта. Поступило сообщение, что украинские саперы подорвали комплекс ТОР. Грозное на самом деле оружие, которое в автоматическом режиме контролирует очерченное воздушное пространство, и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой свой-чужой. Советник Зеленского Алексей Арестович объявил в понедельник, что на 26-е сутки активной фазы украинцы уничтожили 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, 5 дивизионов реактивных систем залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолета. Это составляет три комплекта российских ударных армий, как оперативно-стратегических соединений и еще одну воздушную армию. Таким образом, уничтожены 4 армии из 10 имеющихся у России, пояснил Арестович. Цитирую его. «Россияне выбрали самый нелепый способ действий. Они атакуют и потеряют еще 10 тысяч человек. Они согласятся на переговоры после еще одной попытки что-нибудь захватить. Зачем это делать?» Вопросы российского народа к своему руководству. «Мы не дадим Путину реализовать свои хотелки через кровь, пролетую в Украине», сказал он. «В результате, по официальным данным украинских властей, через полных 25 дней агрессивной войны, потери российского режима продолжают бить рекорды. Порядка 15 тысяч военнослужащих, в том числе 300 за последний день. 121 вертолет, в том числе 3 за последний день. 498 танков, в том числе 22 за последний день. 1535 боевых машин пехоты, в том числе 48 за последний день. 240 артиллерийских систем, в том числе 10 за последний день. 45 комплексов ПВО, в том числе 1 единица за последний день. 80 систем ракетно-залпового огня, в том числе 6 за последний день. 24 дрона, в том числе 3 за последний день. 969 единиц автомобильной техники, в том числе 22 за последний день. А также 3 военных корабля». Министр обороны Украины Алексей Резников выступил по этому поводу со специальным обращением. Цитирую. В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее, ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает, ведь наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, которые считались элитными, вместе с их руководителями. С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и 1500 боевых бронированных машин россиян. Именно поэтому Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска. Позиция нашей армии очень четкая, все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Заявил он, добавив, что ВСУ в последние дни получили более 50 тысяч бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО. О том, что Кремль, теряющий личный состав, сейчас пытается наскрести солдат по всей стране и по всему миру, сказал также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В своем твиттере он написал, что, цитирую, Россия панически ищет резервы живой силы, стягивая все с Тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ, говорится его сообщение. Ну а про моральное состояние людей, которых россияне все-таки смогли мобилизовать на тех же оккупированных украинских территориях, рассказал один из таких мобилизованных. Плененный в Днепропетровской области житель украинской горловки Николай Прокопенко, которому повезло остаться в живых, тогда как его соратника украинские разведчики застрелили. По словам пленного, среди мобилизованных трое повесились, двое вскрыли вены, а бронежилетов, раций и аптечек у них просто нет. С другой стороны, а про какой моральный дух вообще можно говорить вот в этой вот армии мародеров, если существование заградотряда в этой армии уже подтверждено даже очередным аудиоперехватом? Один из кадыровцев, чей разговор был подслушан украинскими военными, открыто сказал жене во время телефонного звонка, что украинская армия стреляет без перерыва, русские солдаты то и дело норовят покинуть место боя, а его кадыровца задача это сдерживать отступление русских. О том, что в СУ сохраняют эффективность по всем фронтам, подтверждает глава Пентагона Лой Тостин. По его словам, украинцы продемонстрировали, цитирую, значительную решительность и эффективно использовали оружие, предоставленное Соединенными Штатами. В то же время действия российских военных он назвал, опять же, цитата, дикарскими и жестокими и предупредил о серьезной реакции со стороны западных стран в случае, если Путин применит химическое или биологическое оружие. О риске именно вот такой эскалации заявила и поспредсша в ООН Линда Томас Гринфилд в воскресенье. Ранее польские власти предупреждали, что НАТО вынуждены будет напрямую вмешаться в эту войну на стороне Украины, если Москва совершит химатаку. Таким образом, война, которую Кремль планировал сделать маленькой и победоносной, трансформируется в войну на истощение, в которой украинцам надо выстоять на юге и востоке страны, в первую очередь, дождавшись, когда же у противника произойдет износну той же дальнобойной артиллерии и когда у него закончатся запасы ракет. Цена такого ожидания страшна уже сейчас. И платят эту цену, в первую очередь, мирные украинские граждане. Очередной разрушительный удар российские варвары нанесли сегодня, в понедельник, по Подольскому району Киева. Обычный жилой квартал, где в принципе не может быть никаких военных, был полностью уничтожен вместе с торговым центром, а число жертв составило не менее восьми на момент записи этого видео. В ответ на систематические обстрелы городских строений со стороны России, Запад сейчас готовится к введению новых санкций. Об этом официально заявил глава европейской дипломатии Жозе Баррель. Он назвал происходящее в том же Мариуполе масштабным военным преступлением и заявил, что Евросоюз рассмотрит вопрос об эмбарго на поставке нефти из России, реагируя тем самым на призывы украинских властей не давать ни цента российской экономике. В этом смысле продвинулась и Германия, которая, как стало известно из новостей, договорилась с Каттером о замене части российского газа и свершила тем самым шаг к поставленной недавно цели – избавиться от 70% газовых поставок из России к концу года. Новые санкционные меры будут приняты при непосредственном участии президента США Джо Байдена, который в ближайшие дни приедет в Европу для встречи со своими союзниками. Белый дом подтверждает, что и Соединенные Штаты готовы расширять ограничительные меры против российского режима. По оценкам американских властей, в скором времени российская экономика сократится вдвое. С ними согласны газета The New Yorker, которая сообщает, что к концу этого года падение ВВП России составит 35%. Накануне стало известно о том, что из России вышла последняя из четырех нефтесервисных организаций. Показательная обложка журнала Time, на которой изображена дряхлеющая бензоправка с надписью «Россия пала навсегда». Издание объявило о конце русской государственности в историческом контексте. Российская бензоколонка пришла к бесславному финалу своего многовекового существования, в результате которого лучше, на что она оказалась способна, это производить плохо очищенную нефть, добываемую с помощью импортного оборудования. Ну а теперь она не сможет делать и этого. Жаль только, что до сего дня не дожил Джон Маккейн, давший России вот то самое единственное прозвище, которого она и заслуживает, и которое воплотилось на обложке мирового издания. Этот гордый сенатор-воин, назвавший Путина убийцей задолго до того, как на это решились другие публичные деятели, заслуживал бы увидеть крах империи геноцида. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Поддержите украинскую армию через тот ресурс, ссылку на который я даю в описании к этому видео, то есть на организацию «Повернись живым». Ну а при желании можете поддержать и наш канал через PayPal, Patreon, банковский счет и другие ресурсы, ссылки на которые, опять же, я даю в описании к этому видео. И желаю украинской армии, украинскому народу скорейшей победы над этим страшным злом, который угрожает отнюдь не только Украине, но и всему свету. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»